Точка зрения радиоверсия Точка зрения радиоверсия Точка зрения радиоверсия Точка зрения радиоверсия на 2012 год выделено 95 миллионов рублей. Цифры правильные. Александр, можно узнать, сколько на сегодняшний день нуждающихся в переселении есть? Значит, у нас на сегодня уже часть, вот то, что признано аварийным жилым фондом, расселена. Уже действует программа и федеральная программа, и действует муниципальная целевая программа. Значит, ну, есть жилье признано аварийным, оно на сегодня не расселено. Но включаться, как только дом признается аварийным, он включается в программу муниципальной целевой программы автоматически. Александр, а вот если очередь, очередь известна, хотя бы сколько там тысяч человек, сот человек, сколько в этих очередях на сегодняшний день? Ну, как таковой очереди... Людей, которые вот заявляют. Как таковой очереди нет, значит, если дом признан аварийным, он должен расселяться. Как таковой очереди нет, значит, решается вопрос и временно расселения. То есть, есть маневренный жилой фонд. Временно, если действительно дом аварийный, то во временное жилье, так называемый маневренный жилой фонд расселяется жителям. Ну вот я по поводу маневренного фонда. Судя по тому, по тем событиям, которые там происходили в последние два года, это были пожары в Ворчевском районе. Людей переселяли то в школы, там в спортивные залы, то еще куда-то. Я так понимаю, маневренный фонд, у нас его недостаточно по всей области. Недостаточно по всей России. В любом регионе его недостаточно. Значит, и, естественно, недостаточно и в городе Кирове. Но он имеется, есть отдельный стоящий дом, например, Ленина 79, маневренный жилой фонд. Есть в жилых домах отдельные этажи, значит, ну, в зависимости от района. То есть, такой есть маневренный жилой фонд, но он недостаточен. Потому что там не только расселяется с аварийного жилого фонда, но и после пожаров, в случае каких-то экстренных ситуаций. То есть, используется многофункционально этот маневренный жилой фонд, естественно, его недостаточно. Александр, вот смотрите, я буквально сегодня с утра зашла в интернет и вообще даже без труда, даже не искала. Сразу посыпались просто, ну, это в масштабах, наверное, всей страны, но и нашего города. На меня посыпались вот эти сообщения людей, которые живут вот в таких старых домах. Вот только одно хочу зачитать, такой крик души, наверное. Помогите, я живу в аварийном доме, у нас печное отопление, вода на улице, туалет тоже. Стены уже гниют от сырости, потолки валятся, печки лет 30 не чистили, и крышу тоже. То есть, люди вот оказываются в таких условиях, по сути, выживания. Каждую ночь ложатся спать, боятся, что на них упадет просто потолок ночью. И вот по городу ходит такая информация, не знаю, может быть, это на уровне слухов. Можете ли подтвердить, что в этом году все деньги, которые выделены именно на переселение из аварийного жилья в городе Кирове, они направятся только лишь в Нововятский район города. То есть, существует список, а в центр города он останется вот как-то опять без внимания. Нет, есть муниципальная целевая программа, значит, до 2015 года рассчитана. То есть, там, в соответствии с этой программой, никакой конкретно там навяз нет. Вот независимо от района города Кирова. Внимание будет уделяться всему городу. Да, независимо от района города Кирова. В соответствии с муниципальной целевой программой. Александр, расскажите, как вы принимаете решение о расселении? Ну, допустим, ну, хорошо, вот признали дом аварийным, его нужно срочно расселять. Это понимание. Очередность людей. Потому что есть такой период ожидания. Я просто на собственном опыте, да, вот на этой неделе пообщались мы со многими людьми, кто живет в аварийном доме. Ждут люди по году и по два года. Они упоминают все время какую-то очередь. Вы говорите, что этой очереди как таковой нет. Если дом аварийный, то расселяют. Но все-таки этот промежуток ожидания есть. Откуда он берется, в связи с чем? Нет, так вот мы уже затронули эту тему, что, значит, на сегодня домов, сколько признано аварийными, естественно, одновременно нельзя расселить, потому что на это средств нет столько. Это требуется, ну, я просто скажу, миллиарды требуется, чтобы расселить. Мы, ну, вот я могу цифры. Я хотел бы тему-то затронуть немножко не ту. Я не совсем занимаюсь расселением. Мы признаем аварийным вот эту тему. Потому что население всегда знает, как признать аварийным. Вот пишут письмо аварийный дом. Он, возможно, не признан. Это она считает аварийным. Прежде чем расселять, прежде чем решать какие-то вопросы, надо его установленным законным порядком признать аварийным. Жители думают некоторые, что вот он считает, что аварийный, значит, аварийный дом. Вот хотя есть собственники, сами живут по жилищному кодексу и по другим законодательным актам. Собственник должен следить за своим жильем, в первую очередь. И отвечать за его состояние. Александр, вот если говорить о признаках аварийности жилья, человек что может увидеть? Человек не специалист. Конечно, он может и не увидеть. Но основные признаки это несущие конструкции, кровля, фундамент. Такие, которые наглядно там. Если есть коммуникации, что коммуникации тоже, инженерные коммуникации, значит, в состоянии в таком, что неисправном. То есть вот основные элементы, которые может человек увидеть. А так, в принципе, все равно должен специалист определять. Человек может обратиться с заявлением. Вот давайте я вам с порядок расскажу. Вот смотрите, сейчас мы обязательно, я думаю, что даже ближе, наверное, к концу программы мы дадим просто людям рекомендации, как действовать, если они оказались заложниками вот таких жилищных условий. Ну вот, например, все-таки по закону в профилактических целях владелец жилого дома должен делать общие осмотры два раза в год, весной и осенью. Весенний общий осмотр производится, когда полностью исчезает снежный покров. Осенний общий осмотр производится, когда, то есть перед наступлением отопительного сезона. И после капитального ремонта или реконструкции дома в первые два года эксплуатации следует его тщательно осматривать, этот дом. Вот вы знаете, Александр, вот честно, хотелось бы сейчас услышать, наверное, что делается, потому что от людей, от кировчан и от жильцов от этих страшных домов мы слышим, что они не помнят, когда у них в последний раз там производился капитальный ремонт, когда к ним приходили, вот смотрели, управляющие компании за ними не следят и как-то халатно относятся к появлению трещин. Люди ведь не могут сами эти трещины замазывать, как-то там, не знаю, стяжку дома производить. То есть вот эта работа, она как ведется, вот вы можете на эти вопросы ответить. Действительно ли у нас в городе производится вот такой вот осмотр два раза в год? Мне тут не верится в это. Ну, должен производиться и производится. Значит, во-первых, надо разделить жилой фонд на категории. Есть частный жилой фонд, индивидуальный, значит, жилой дом, за который несет ответственность собственникам. Если у них нет там управляющей компании, ну, это никогда не нанимают. Ну, мы о многоквартирной говорим. Нет, давайте, вот частный жилой фонд, есть дома, например, двухквартирные, тоже два частника живут, в принципе, они не управляются управляющей компанией, то есть они несут сами ответственность. Или там нанимают, если не обслуживающую организацию, если не поручают это делать, значит, поручают, значит, делают. Значит, многоквартирные дома. Если они управляются управляющей компанией, ведь может форма управления еще у нас, три формы управления в соответствии с жилищным кодексом. Управляющая компания, задание ТСЖ, может в таком доме быть создан ТСЖ, есть случаи. То есть уже несет ответственность товарища собственников жилья этого дома. А третий пока? Управляющая компания, значит, кстати, собственники убирают управляющую компанию, и управляющая компания раз в год должна отчитываться за свою работу, финансово-хозяйственную деятельность, в том числе и за те же осмотры, и за тот же капитальный ремонт, текущий ремонт, и за те средства, которые они собрали с собственников, и которые использовали на ремонт и на содержание данного дома. Естественно, они все работы должны проводить. Может быть, где-то управляющая компания, и я не знаю, может быть, у нас сегодня больше 20 управляющих компаний, может где-то и не дорабатывают. Так собственники должны нести ответственность, потому что, в том числе, как и управляющая компания, если не налили управляющую компанию, они должны контролировать ее работу. Жаловаться вам, если она не выполняет свои обязанности, да? В первую очередь, сначала с управляющей могут. Любой собственник может инициировать в любое время общее собрание на любую тему, особенно это касающиеся текущего или капитального ремонта и содержания дома. Инициировал, обсудили, если управляющая компания не приняла решение. Два варианта. Может, пожалуй, в администрацию города, может принять решение об выборе нового способа управления или новой управляющей компанией. То есть это вправе собственник делать. Поэтому собственник не всегда эти права знает. Кроме того, в 2011 году в жилищный кодекс внесены изменения, где собственники, уже в обязательном порядке, где они управляются управляющей компанией, обязаны выбрать совет дома и старшего по дому. Это прямо в жилищном кодексе прописано. И старший по дому вправе спрашивать с управляющей компанией в любое время, по любым вопросам. Он как уже, он даже подписывать должен все документы, которые там, например, проводятся в капитале. То есть собственники уже непосредственно должны участвовать, а не смотреть со стороны. Ну, то есть вопрос-то в том, что управляющая компания, она ведь не одна, чтобы вот я вас управляю, и все, и хоть как я не работаю, плохо, все равно я буду вам управлять. Надо уметь спрашивать, в том числе. Александр, у нас есть на проводе Нина Александровна Наймушина, человек, которая долгое время билась за то, чтобы признать их дом аварийным, все-таки добилась, насколько я знаю, этого. Но сейчас вот эти ажбы по переселению идут. Нина Александровна, вы в прямом эфире, мы вас слышим. Здравствуйте, Нина Александровна. Здравствуйте. Нина Александровна, давайте напомним ваш адрес для наших слушателей. У вас дом деревянный, двухэтажный, находится на улице Энгельс. 21А. Да. Все верно. Вот. Расскажите нам, пожалуйста, самую суть своей проблемы, в каких условиях проживаете. И почему ждете? Так, на сегодняшний дом находится в аварийном состоянии, можно сказать, на сто процентов. Он официально признан аварийным? Аварийным признан 28 сентября 2010 года. На сегодняшний день состояние дома таково. Потолки и полы провалились. В полах, значит, огромные дыры. В одной квартире был случай года два назад. Мебельная стенка падала, так как полы и потолки находятся под углом примерно 15-20 градусов. Несущая стена отошла примерно на 3-4 сантиметра. Значит, температура вот на сегодняшний день, вот были морозы, в квартирах на первом этаже достигала плюс 5-6 градусов. Как вы там живете? Нина Александровна, а скажите, по-вашему, к такому состоянию дома что привело? Почему дом на сегодня в таком состоянии? Так, дом 1934 года застройки, дом деревянный. По чьей вине, собственно, такой, по-вашему? Он был как временно построенный барак, но дерево же, оно к нее... Износ, естественный износ. Естественный износ, да? Так, фундамента под домом уже нет. Дом стоит на земле, кирпич разрушился. Вот летом 2011 года прорвало трубу на дворе, фонтан бил примерно 2 недели. Когда, значит, раскопали, там, значит, на сегодняшний день, чтобы создать нормальный вид, фундамент, вид доской. Доску оторвали, там кирпича нет, одна, в общем, крошки одни. Нина Александровна, меня вот такой вопрос интересует. Вот скажите, вы сказали, 28 сентября 2011 года ваш дом официально... Десятого, простите, да, десятого. Ваш дом был признан официально аварийным. Прошло вот уже полгода, да, если я правильно? Нет, полтора. Полтора года, да, 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 я все про 2011 год почему-то. Вот, прошло уже полтора года, и что вам говорят, вообще, каков ответ, и вам что говорят про расселение, мне вот интересно. Потому что как-то время идет, и вроде бы ничего не меняется у вас. Так, на протяжении полутора лет я неоднократно была на приемах у наших чиновников. У Кошкина вышла замглава администрации три раза, у Дранова два раза, у Мачехина мая месяца была на приеме, где присутствовало пять чиновников, плюс телевидение. И что вам отвечают? Что нам ответили? Это было, значит, в мае месяце, 2-6... так, нет, 2-го июня я получила ответ. Так, зайду немножко еще вернусь обратно. В мае месяце по нашему дому были сделаны замеры сопротивления изоляции. Электропроводка не соответствует на 100%. Было уже несколько случаев возгорания электропроводки. Ну и что сказали? Так, и получаем такой ответ. Значит, электропроводка соответствует всем нормам правил эксплуатации. Так, значит, жильцам дома нужно обратиться в Первомайскую администрацию, чтобы встать на очередь для предоставления маневренного фонда. И третий пункт, силами вятка жил Ремстерлиус выполняется ремонтной работой. Хотя практически ничего не делается. В прошлом году я сама лично красила стены и пол в подъезде. Спасибо, спасибо, Нина Александровна. Александр, вот, собственно, опять речь об очереди идет и о бездействии каком-то. То есть мы имеем вот дом, и он не один, к сожалению. Полтора года и ничего. Дело не двигается. Ну вот она не сказала, последнее было, что ей обещали. Я, конечно, не помню сейчас, но ей точно обещали маневренный жилой фонд и, возможно, предоставление жилья. Это она не точно сказала. То, что электропроводка, что говорить об электропроводке, о чем-то. Дом признан аварийным. Все. Там об этом можно не говорить. Им предложено... Нет, им передергивание фактом. Им 100% предложен маневренный жилой фонд. Кроме того, им предложено и жилье. Там есть какая-то история, я сейчас не помню просто, и предложено жилье. Просто не соглашаться с... Видимо... Ну, может быть, это такое жилье, которое там через 5 лет на 60% изложено. Нет. Если жилье предлагается постоянно... Маневренный жилой фонд не всегда, он, конечно, в отличном состоянии, но если жилье предлагается для расселения, он соответствует центральным нормам и требованиям. Там однозначно. Какого должно... Ну, смотрите... И понимаете, постойте минутку. И ведь жильцы неправильно понимают. Если дом аварийный подлежит сносу по этому поводу расселяться населения, предоставляется жилье метр в метр. Если 10 человек занимает 10 метров, им 10 метров и будет предложено. Это законодательство на сегодня такое. Это не улучшение жилищных условий. И, кстати, человек в сочередине снимается, если он стоит на улучшении жилищных условий. Это метр в метр предоставляется. Александр Сергеевич, давайте не будем лукавить, потому что мы все знаем, какой маневренный фонд предлагается, потому и не переселяются. Нет, маневренный... Нет, минуточку. Маневренный временно предоставляется. А расселяются жильцы по нормам, по законодательству, которые действуют сегодня. Я вам объясняю, что 20 метров занимает 20 метров и предоставляется. Александр, то есть человек переезжает в маневренный фонд временно, а потом ему предлагают... Нет, а бывают варианты, что и сразу предоставляться. Это уже постоянно жилье. А как быть с теми, кто живет 10 лет? Нет ничего более постоянного, чем временное. Не зря же есть такая поговорка у нас. Нет, не может быть, чтобы 10 лет, если он там аварийно признан дом. А он по другим факторам, может, живет 10 лет. А почему эти люди, мне интересно, почему Нина на имущество не переезжает, если ей предложили маневренный фонд? У нас с каждым человеком, вот вы знаете, вы мне себя задали, если бы сказали заранее, я бы посмотрел всю ситуацию, всю историю. И, кроме того, я вам говорил, заниматься у нас управлением по делам муниципальной собственности, не управлением жилищно-коммунальным хозяйством, а расселением. Вот вы меня, так сказать, я вам объяснял, что мы занимаемся признанием аварийного жилья, вот наше управление, а расселением заниматься управлением по делам муниципальной собственности, совместность территориального управления. Александр, тогда логично вот такой вопрос у вас спросить. Если мы говорим о старении домов, в принципе, в целом, у нас какой износ в целом, так в среднем цифра какая-то есть, насколько у нас быстро изнашиваются дома и по чьей вине. Затрагивали тему, что жильцы сами часто не заботятся о своем жилище, да, и сами не спрашивают с кого-то. То есть я так понимаю, что жильцы сами часто виноваты в том, что износ большой. Они просто запускают все вещи, да? Нет, тут много комплекс причин может быть. Ну, во-первых, нашему городу больше 600 лет. Есть дома, дома исторические, построенные там в 17, 18, 19 веке, они не могут бесконечно существовать. Тем более конструкции деревянные там различные, они и так стоят больше 100 лет. Это естественный физический износ, плюс эксплуатационный может быть. У нас много таких домов. Много, конечно. 600 лет городу, понимаете? Ну, видите, историческая часть города. Ведь в основном сейчас расселение идет именно таких домов, на котором домам 100 лет, больше 100 лет, чуть меньше 100 лет там. То есть в основном вот такие дома ведь сейчас сносятся. Александр, а умерлась... Те дома, которые построены, значит, после, ну, будем говорить там, после, например, войны, они на сегодня... Ну, если они построены из временных материалов, вот как бараки, они тоже бывают аварийными. Александр, в начале программы я называл цифру 95 миллионов выделено на город, на программу по переселению. А переселить нужно в целом суммарное количество квадратных метров аварийного жилья на сегодня, ну, на 2012 год в планах, 6300 квадратных метров. Этих денег 95 миллионов хватит? Не хватит, конечно. Мы говорим, у нас существует программа, муниципально-целевая программа, значит, расселения граждан. Там комплекс, значит, мероприятий. Не только, значит, вот выделять средства, живые деньги. Там есть и застройка развития территории, значит, то есть подстроительство там. Ну, различные варианты предоставления жилья. Вот там, где есть ветхое жилье. Ну, вот скажите, чтобы переселить 6300 квадратных метров аварийного жилья, там, людей, которые там проживают, сколько денег вот так в реале надо? Ну, 6000 квадратных метров, ну, умножьте в среднем на 30 тысяч. Сколько будет? Вот реальная сумма. Стоимость квадратного метра. Это 6000, значит, на 30 тысяч. Ну, что получается? Миллиард 800? Ну, вот надо сосчитать. Понятно. Александр, вот у меня такой еще момент. Вот смотрите, вы говорите, что вы, как раз вот ваша работа, она сосредоточена на том, чтобы доказывать, ну, помогать людям доказывать, что их дома все-таки там аварийные или ветхие. Очень часто вообще эти понятия путают и считают, из ветхих домов уже должны переселять по закону. На самом деле не так, да? На самом деле аварийный дом, это с процентом износа 70, более там 70%. Это аварийный дом, да? Да, так? Нет, не так, все не так. Вот расскажите нам, чтобы мы разобрались раз и не всегда. Это разные понятия, да? Да, разные, ветхие аварийные, разные понятия. Значит, есть постановление правительства Российской Федерации, вот 28 января 2006 года, которому утверждено положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. То есть, вот в этом постановлении все прописано. Значит, у нас на основании этого постановления, значит, в городе Кирове существует межведомственная комиссия, значит, создана в соответствии с данным постановлением, которая рассматривает заявление о признании жилых домов аварийными или отдельных жилых помещений непригодными. У нас же есть еще такое понятие, что может быть дом нормальным, неаварийным, а отдельное жилое помещение может быть непригодным для проживания. То есть мы на комиссии рассматриваем и отдельное жилое помещение, пригодное или непригодное для проживания. И, значит, в целом дом аварийный-неаварийный. Значит, чтобы признать дом аварийным на этой межведомственной комиссии, нужно подготовить определенный пакет документов. Я не знаю, могу перечислить, какие документы требуются для... Нет, Александр Сергеевич, вы давайте знаете, как сделаем? Вот вы просто таким человеческим языком... Абсолютно понятно и доступно в паре слов. Что такое аварийное, что такое ветхое? Разница. Значит, аварийный жилой дом, если он признан в соответствии с данным постановлением правительства Российской Федерации, значит, межведомственная комиссия, администрация города Кирова рассмотрена на этой комиссии, значит, и принято решение комиссии, что дом является аварийным. Вот только на основании этой комиссии он считается аварийным. Отличие. Ветхим домом он по износу просто считается ветхим, но он может быть не аварийным, может быть, подлежит, может подлежать капитальным ремонтам. То есть комиссия рассмотрела, но комиссия рассматривает с комплектом документов, которые должен предоставить заявитель, значит, и анализирует. Обязательно при рассмотрении дома аварийным, значит, должно быть предоставлено заключение независимой экспертной организации, которая имеет лицензию, ну, проектная организация, которая имеет лицензию, которая может действительно дать профессиональное заключение, что конструкции там уже несущие там исчерпали себя, ну, определенные, которые, значит, подлежат, которые имеют понятие аварийности. То есть вот это заключение обязательно должно быть, плюс пакет документов комиссия рассмотрела и принимает решение признать аварийным вариант или признать, значит, аварийным и подлежащим реконструкции или признать неаварийным. То есть вот, то есть возможно там иногда экспертные организации не всегда бывают компетентны. На повторность, на обследование, значит, откладывается решение комиссии на дополнительное обследование данного дома или другая экспертная организация обследует. Ну, вот как раз о том, да, как пригласить к себе вот эту комиссию, сколько она будет стоить, сколько будет стоить людям защитить свои права, да, доказать, что их дом аварийный и непригодный для проживания. У нас сейчас реклама. Вот, мы уходим, да, на две минуты на рекламу, а потом как раз вот об этом обо всем узнаем. Точка зрения, радиоверсия. 13.35 уже на часах, на частоте 101FM программы Точка зрения, радиоверсия. В студии для вас работают Артём Панекаровских и Ольга Ракова. Я напоминаю, сегодня мы обсуждаем тему стареющих домов и то тему, что заботятся о них, то ли нет желания, то ли нет возможности, да и переселять людей некуда. И почему главный вопрос в 21 веке мы допускаем вообще такие истории и обрушения, и того, хотя бы, что люди в аварийных домах живут и ждут дальнейшего переселения. Закончили мы на прошлую часть на том, как вызвать комиссию, которая бы сделала заключение, провела экспертизу свою. Есть просто информация, что у нас нет бесплатных комиссий в городе. Есть только платные, за которые жильцы должны собрать деньги, и, собственно, за которые заплатить. Да, Ольга? Подхвачу Артема. На этой неделе встречалась я с руководителем, с директором одной строительной экспертной организации в Кирове Игорем Креницыным. Сошлюсь на него, потому что вот с его слов прямо сейчас, к сожалению, он сегодня не смог с нами связаться, но перескажу его слова. Он говорит, что людей, которые живут в старых домах, должны настораживать следующие вещи. Если они видят трещины, если у них, допустим, влага стоит, там, как лужи буквально, или просто влажное такое помещение в подвале, то есть нужно обращать внимание на цоколь, да, на подвал, и также на кровлю, потому что, если протекает кровля, мокнут стены, это ведет к их разрушению. То есть вот такие вот советы он дал людям, на что должно бросаться во глаза в первую очередь. и также назвал сумму. 150 тысяч рублей должны собрать жильцы, чтобы пригласить вот эту его организацию к себе для того, чтобы они провели вот эту экспертизу. 150 тысяч рублей. Это цена их организации. То есть она, конечно же, наверняка разная. Вот, Александр Сергеевич, скажите, действительно ли люди, которые все измученные, живут вот в этих несчастных домах, они еще вот должны, значит, собирать такие вот огромные суммы, чтобы вызвать к себе вот этих вот специалистов? Ну, вы не совсем правильно говорили, комиссия, межведомственная комиссия, она бесплатно работает и бесплатно признает аварийным жильем. Но это уже после администрации, после обращения к вам. А вот, значит, одним из документов, которым требуется на комиссию, это заключение экспертной организации, о чем я говорил. Не комиссия, а экспертной, заключение. Простите, не произвела. Да, заключение экспертной организации. Вот это заключение должны собственники сами, ну, значит, собственники заплатить. Собственникам являются иногда и муниципалитет, если там есть муниципальные квартиры, и муниципалитет платит за это обследование. То есть если там 90% собственников муниципалитет, то муниципалитет оплачивает это обследование. И что, значит, сумма 150, это завышенная явная сумма, значит, гораздо меньше, не 150 тысяч. Насколько средняя цена? Ну, там сложно, понимаете? Вот ведь дом индивидуально, так сказать, индивидуальность это такая, или двухквартирный, или 24-квартирный, или, значит, двухэтажный, трехэтажный, одноэтажный. От многих факторов. Дальше фактор или надо полностью от фундамента до кровли все исследовать, или, может, один элемент аварийный, который влияет уже на состояние дома. Много факторов. Цена может быть всего и 15 тысяч, и 20 тысяч. Вот у нас, когда приносили заявление, такие деньги всего лишь платили. И всегда, я говорю, участвует муниципалитет. Тем более, что ветхие аварийные дома, они полностью, вот чтобы 100% были собственники, физические лица, нет таких почти домов. Все равно там часть муниципалитета. Поэтому муниципалитет оплачивает это обследование в своей доле всегда. Хорошо, Александр Сергеевич, вы говорите, муниципалитет помогает, муниципалитет участвует. Это прекрасно. Хорошо, как тогда людям получить вот такую бесплатную, как правильно, не комиссию опять, я опять сейчас неправильно скажу. Что им нужно сделать для того, чтобы к ним пришли эти люди и все запроверили? Нет, человек с чего должен начинать? Вот он видит, что, да, состояние дома, значит, считает, что он аварийным. Он должен обратиться в свою управляющую, если там управляющая компания. Управляющая компания. В принципе, весь пакет документов готовит управляющая компания. И мы всегда пишем. Если даже обращается человек в администрацию города сразу, он может написать просто заявление в администрацию города. Просим рассмотреть наш дом на межведомственной комиссии и признать его аварийным. Мы, значит, ответ ему даем, как что расшифровываем полностью, значит, как что-то будет проводиться. Кроме этого, пишем управляющую компанию, что с вашего дома, к которому вы управляете, обратился собственник. Поэтому просим организовать работу по сбору документов, в том числе и по экспертизе. То есть, в принципе, управляющая компания должна помогать. Если откажется, мы все равно решаем вопрос с управляющей компанией. То есть управляющая, она более профессиональная, она знает, к кому обратиться, она знает, какие документы собрать, потому что не каждый собственник сможет все это. Она, значит, то есть приглашает собственника и говорит то, что конкретно от собственника требуется, например, там свидетельство о собственности, заверенное там Наталья, это уж собственник сам делает, то, что за него никто не сделает. А остальные документы управляющей компании помогают. И мы это всегда, и вот, не знаю, вот любой гражданин может сказать, в ответах, кто обращался в администрацию, мы всегда пишем, что, значит, направлены управляющие компании и предложен оказать помощь в сборе документов. Я вот какую тему хотел бы еще затронуть. Смотрите, вот одно дело обычный жилой дом, совсем другое дело памятник архитектуры. На набережной Грина есть несколько домов, они считаются памятниками архитектуры. Но вот если туда сходить и посмотреть, на памятники архитектуры они мало похожи. Два года назад там был проведен капитальный ремонт, причем на него пришлось кинуться и жителям дома в том числе. Я напоминаю, что это памятник архитектуры, и за любой исторической ценностью вообще как бы должен быть вроде как глаз да глаз. И там особое требование к уходу за этими домами есть. Но что-то вот не так совсем как-то происходит. В общем, весь капитальный ремонт заключался только в покраске стен. Но стареющему дому покраска стен ничего не дает. И сегодня по стенам идут уже трещины. Исторические дома. Вот смотрите, я к чему веду, собственно. Сегодня мы признали, денег у нас на расселение явно недостаточно. На строительство переселенческого фонда недостаточно. Всех людей взять и переселить из аварийного жилого фонда у нас нет возможности. Так можно тогда принять решение и не тратиться на те дома уже, и не пытаться их даже восстанавливать. Нет, вот я поправлю сразу. И снести, я не знаю, что настроить. Поправлю сразу, по историческим, по памятникам истории и архитектуры. Значит, их мы в соответствии с законодательством не признаем аварийным. Они не подлежат сносу. В чем и проблема. Значит, если бы их... То есть их приходится содержать? Да, приходится содержать, и их нельзя сносить по действующему законодательству. Вот я бы сказал тут противоречие в действующем законодательстве. И нельзя сносить, и помощи не оказываются. Памятники федеральные, помощи не оказываются. Если это памятник, нельзя сносить, Там жильцы уже приобрели, как собственники живут. Тут много нюансов таких. Вот если так исторически посмотрите, с точки зрения культуры. И памятник архитектуры, и истории, и культуры. И в то же время было разрешено жителям приватизировать квартиры. Если памятник зачем разрешали? Так, да? Да. То есть отсюда вытекают много проблем, которых можно было бы решить. Если бы было запрещено, и им бы предоставляли... А раз памятник архитектуры, предоставлено было другое жилье, этот можно памятник было бы восстанавливать. И выделены были бы средства. Раз федеральные, федеральные средства. Средства не выделяются. Там проживают собственники, которым, грубо говоря, до фонаря этот памятник. Ему условия такие сложные. А памятники архитектуры, они ведь тоже, как и жилой дом. Если он 200-300 лет стоит, он деревянный. Ну попробуйте его. Тем более там ведь... Как содержат? Там живут обычные люди, а люди эксплуатируют по-разному. По-разному содержат. И дому там 200-150 лет. И деревянный он. То есть вот это вопрос очень сложный. И на сегодня законодательство, мне кажется, недоработано на федеральном уровне. Это, кстати, проблема всех городов, опять же, в том числе и Москвы. Согласен, согласен. Недоработан. И как, грубо говоря, бельмо на глазу и памятник. И никто этому, так сказать, не уделяет внимания. В принципе, должен федеральный законодательство поправку сделать какую-то, что... Или финансировать, или все-таки сносить, или может вообще такой же восстанавливать. Ну не знаю. Вот на сегодня это проблема. А вот мы пообщались с Людмилой Безверховой, с Людмилой Борисовной. У нее другая точка зрения. Она считает, что все-таки нужно надеяться на инвесторов. На тех людей, которые возьмут в свои руки вот эти вот здания несчастные. И будут их все-таки вот поддерживать и как-то вот содержать. А вот проблема. Я же вам говорил. А почему бы, да, действительно, почему бы не отдать предпринимателю? Нет, я сейчас объясняю. Проблема-то в чем? Там собственники живут, понимаете? Я о чем и говорил, что если бы в свое время законодательство проработало вопрос, то, что раз памятник архитектуры, культуры... Значит, он неприкосновенен. То есть нельзя приватизировать, нельзя приобретать собственность. Конечно бы сегодня вопрос автоматически мог решиться. Да, инвесторы могли взять. Ну могли взять, потому что там государство отдало, инвестор содержит. А сегодня там живут собственники. Они имеют собственность вот эту историческую. Он собственник. Он имеет права на эту собственность. Понимаете? Вот в чем проблема. Александр, а если мы возьмем не только памятники архитектуры, а вообще все любые в городе стареющие дома, те, которые создают, во всяком случае, создают облик, исторический облик городу, всему городу Кирову, по-вашему, их лучше сносить, вот так вот объективно просто на это посмотреть, их лучше сносить и строить там что-то новое, либо нам пытаться обеими руками реконструировать, держаться за то, что есть у нас. Индивидуально надо подходить. Индивидуально надо подходить. Если есть возможность реконструкции, если это действительно красивое здание, думаю, можно сохранять. А если он вид, только портит вид, извините, конечно, лучше сносить. И вот в последнее время, вот я просто приведу цифры, эти, а знать цифры, значит, что мы рассмотрели, вот 500 объектов за последнее время рассмотрели, 420 принято аварийным. И по ним решается вопрос. Вот, например, мы, значит, в 2010 году 351 помещение расселили, значит, и много расселили в 2011 году. То есть более 70 домов мы снесли, я думаю, даже заметно в центральной части, вот что целые микрорайоны были, снесли много очень домов. Вот таких, которые они восстанавливают, их смысла нет. Знаете, есть дома, которые восстановить в несколько раз дороже, чем, например, на этом месте построить такой же, например, даже если дом. — Абсолютно согласен. Но вот последний вопрос. Что на сегодня опережающими темпами идет? Расселение либо признание домов и квадратных метров аварийными? — Ну, признание аварийными. То есть у нас... — То есть их больше? — Больше, да. Потому что мы сейчас, вот этот процесс когда-то был немножко сдерживающий. На сегодня, если обратились, мы обязательно рассматриваем. В течение месяца мы обязаны рассмотреть. Раз в месяц комиссия заседает, мы рассматриваем, признаем аварийным. А дальше вот уже, конечно, решаем уже вопрос в силу финансовых трудностей. Не так быстро получается, но все равно движение есть на сегодня. Раньше не было движения. Если взять лет, там, не знаю, 10 назад, вообще движения не было. Ветхий жилой фонд почти не расселялся. Сегодня есть движение. И сносится, и расселяется. — Александр, спасибо большое за беседу. Я последнюю историю расскажу. Пример города Иркутска. Как там целый район абсолютно обветшавших домов превратили на сегодня в элитный квартал, который называется 130-й квартал, абсолютно элитный. Там сейчас рестораны, магазины и так далее. Отдали бизнесу. Нашли способ собственников куда-то расселить и что-то им предложить там. Мы обязательно покажем этот материал в воскресенье в 19.30 на 9-м канале, уже в видеоверсии программы «Точка зрения». Смотрите нас. Спасибо, что слушали. И напоминаю, у нас в гостях сегодня был заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Кирова Александр Малков. Спасибо за интересную беседу. — Спасибо, Александр. — До свидания. — До встречи. — До свидания. «Точка зрения» — радиоверсия.